Подключаем к эфиру Дмитрия Левуся, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан». Дмитрий, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, виталий. Сюжет, только что вы его смотрели, мы знаем о событиях в Прибалтике. Как вы вообще оцениваете ситуацию, которая развивается на том направлении, сейчас еще нельзя говорить, на том фронте, но судя по заявлениям, которые звучат из России, судя по действиям, которые предпринимают власти прибалтийских стран, ситуация развивается в довольно напряженном русле, и чем это все может закончиться, как вы можете прокомментировать? Знаете, я как человек, который вырос в Латвии, и потом, естественно, продолжаю следить за регионами, я имею много друзей и партнеров, с которыми работаем, то считаю, что действия абсолютно адекватные. Более того, вот та активизация противодействия русскому миру, которая произошла после полномасштабного российского вторжения, например, в Латвии, где в конце концов избавились от вот этих символов русского мира, которые маскировались под памятники воинам-освободителям в 1945 году, например, знаменитый там памятник Победы, построенный аж в 1985 году в Риге, и это абсолютно логично, абсолютно адекватные действия. Более того, я могу сказать, что даже есть большие успехи даже по тем регионам, которые раньше были однозначно пророссийским настроены, это в Латвии, Даугавпилс, в Эстонии, Нарва, то даже там за годы независимости, а потом с 2022 года определенные изменения сознания произошло. Например, в Латвии есть праздник День Лачпильсиса, и раньше, например, это День Защитников, и раньше, например, в Даугавпилсе выходило не так много людей на факельные шествия, то есть сейчас это, в общем-то, это не вызывает какого-то там изумления. И, естественно, что когда вот может быть, да, там кому-то казаться, что как же так, можно, зачем вот такие излишние действия по борьбе с образованием на русском языке, ну, можно вспомнить, что в начале 2000-х годов Россия очень активно продвигала именно вот это вот свое влияние через образование на русском языке. Компания по защите так называемых русских школ, которая была в Латвии, да, ну, в общем-то, привело потом и к референдуму по русскому языку, то, в общем-то, это все то, что однозначно свидетельствует о том, что с Россией невозможны нормальные отношения вот в плане именно культуры, да, то есть как высказался в начале полномасштабной войны между Россией и Украиной такой себе директор Эрмитажа по поводу российских историков и культурных деятелей, он конкретно по поводу музейников говорил, что мы культурный исторический десант, который действует в странах Европы, да, то есть, естественно, что все это, все эти действия абсолютно адекватны, точно так же, как и совместное решение об усилении охраны границ, об ограничении возможностей действия на территории стран Балтии российских граждан, то есть, как, тем более, кстати, сказать, что, вот опять же, российская агентура, она откровенно спекулирует, да, на этих действиях, то есть, манипулирует, врет нагло, о чем можно говорить, если, ну, сейчас уже практически доказано, что российский агент Татьяна Жданок была депутатом Европарламента многие годы, сейчас, например, конечно же, после вторжения в Украину ситуация изменилась, и с откровенными такими пророссийскими лозунгами в Европарламент идти тяжело, так что тогда делает российская агентура, да, она начинает маскироваться под защитников несчастных стариков, которых вот выселяет Латвия из-за того, что они не владеют латышским языком, да, то есть, такой, значит, они традиционно паразитируют на таких темах, ну, гуманизма, да, который на самом деле для них, в общем-то, не присущ, почему? Потому что какая разница, если на русском языке, да, ну, вот это вот приблизительно их позиция та, которая есть на самом деле. Естественно, опять же, что можно говорить и о том, как вот эта поддержка, которая есть со стороны стран Балтии и Украины, она тоже вызывает, естественно, скрежет зубовный у россиян, но я думаю, что в нынешних условиях, условиях, когда подготовка к возможному вторжению страны Балтии со стороны России, конечно же, идет, почему? Потому что и при этом, кстати, не исключается и гибридный сценарий, подобный тому, как в 2014 году было в Крыму и на Донбассе, почему? Потому что, да, влияние вот в этих вот регионах уменьшилось, все-таки Россия так показала свое лицо, но оно, тем не менее, остается и в свое время, в общем-то, например, в Латвии был даже министр внутренних дел, агент КГБ, которого вот совсем недавно судили, это было, правда, в начале 90-х годов, но, тем не менее, это было, то есть мы вот, что можем говорить об уровне влияния. И до вполне откровенного вторжения военного, открытого, для чего? Для того, чтобы показать для НАТО, что реакция его может быть заторможена и показать тем самым несостоятельность блока, нанести еще и политическое поражение, то в этих условиях действия стран Балтии, они по усилению границы, по постройке укреплений, по поддержке Украины как однозначного, естественного союзника, они являются абсолютно адекватными. Дмитрий, тут вот еще один гуманист, недавно ездил со своими разговорами и видением, как бы закончить, может, было бы войну, я говорю о Борбане. И вот, в частности, он сказал, что если бы пришел в Америке сильный президент, имея в виду Трампа, то война бы быстро закончилась. Он вспомнил о том, что Венгрии тоже живут в Украине, они тоже гибнут на войне, которое идет рядом и собирается ехать в Штаты, встречаться с Трампом. Как вы считаете, чего стоит ожидать от этой встречи? Потому что мы понимаем, что заявления Орбана, они все больше напоминают кремлевские нарративы и отстаивают позицию Российской Федерации. Я думаю, что как раз, знаете, тут последнего времени у Орбана, наоборот, начали проявляться еще и заявления о том, что все-таки Венгрия заинтересована, чтобы такое, как абсолютно по-хамски сказанное, было образование к Востоку, которое как бы выступало буфером между Венгрией и Россией. Хотя, да, конечно, вы правы, абсолютно большинство его высказываний и дел, они в интересах однозначно Кремля, как в Писании, по делам их узнаете. И я думаю, что на самом деле вот эта поездка, это, конечно же, выстраивание отношений на будущее, так сказать, застолбить для себя возможность стать как-то таким проводником той политики Соединенных Штатов, которая может сформироваться. Но и в принципе, да, как в определенном смысле, наверное, какие-то надежды у пана Орбана по этому поводу есть. Но объективно, я думаю, что он где-то может даже и переоценивать ситуацию. И, то есть, как любой такой правитель авторитарного типа, подстраивает под собственные взгляды, собственное удобство, тем более, что, да, как бы вроде бы и Трамп заявлял о принятии Виктора Орбана. Но на самом деле ситуация может сложиться абсолютно по-другому. Во-первых, все-таки пока непонятно, как будут выборы идти. Другой момент. Заявление Дональда Трампа по поводу, да, он действительно очень настроен на то, чтобы быстро закончить войну и радикальными методами. Хотя очевидно, что эти вещи, в общем-то, выглядят по-разному. Почему? Потому что есть окружение, которое влияет, есть, в конце концов, реальность, с которой придется сталкиваться. И, как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, да, в конце концов, Дональд Трамп был тем человеком, который боролся, будучи президентом, с влиянием России на энергетическом рынке Европы, который позволил продажу, передачу первых джавелинов Украине, то есть то, чего до этого не было. И президент Украины Владимир Зеленский в конце года на пресс-конференции тоже вполне конкретно говорил о том, что да, это другая политика, да, это определенные сложности, но Украина готова и должна будет готова работать с любым президентом Соединенных Штатов. То, что Орбан поехал вот сейчас, когда, мягко говоря, собирается ехать сейчас, когда все не совсем ясно, это в очередной раз, в общем-то, и статуса, да, у Дональда Трампа, только как у президента, который уже был раньше президентом, то это, в общем-то, как раз характеризует его лично, да, как такого несамостоятельного игрока, которому либо поехать в Китай пообщаться с Путиным, либо вот поехать во Флориду там пообщаться, да, с президентом США. То есть он, мягко говоря, лавирует, хотя на самом деле пытается найти, ну, такую приемлемую для себя форму общения с таким же авторитарным, или, как он считает, авторитарным лидером, но который будет, в общем-то, сильнее и за которым можно прятаться, да, то есть опираясь на которого, можно дальше шантажировать Европейский Союз, давить на Украину и делать подобные вещи. Что ж, мы обязательно в своих эфирах еще вернемся к этой поездке, возможно, если она состоится. Разберем ее, прокомментируем. Вам сегодня большое спасибо. Дмитрий Левый с нами был на прямой связи, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан». Спасибо.